Кто молодец? Я молодец. Привет, Катаринушка Милана. Устала. Короче, детей она не притащила к нам на всё. Так давай будем рассказывать. Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. My life is my life. Уходимся домой, да? Да, потому что мне нужно лекарство купить и отопить. Наверное, на практические задания. Ну, в общем, мы все, если честно, ожидали, что она приведёт 10 детей разного возраста и мы будем детям продвигать. А нет, она оказалась кудрее. Она собрала всех, наверное, кто привязан к чердору по колледжу и мы продвигали свои игры именно им. В общем, в классе, в котором мы обычно занимаемся, мы составили парты по 4 столика вот этих маленьких, за которым сидим. Она сказала, у вас 20 минут на подготовке. Ну, мы так уже подготовили. Ну и, честно говоря, мы ожидали, что она зайдёт в класс с детьми. Потому что, ну, мы же для детей планировали. И я думала, что мы будем показывать детям. Дети будут с нами играть, а она будет ходить, ну, и, типа, проверять. И тут входит делегация такая. Ну, в общем, ну, это хорошо. Я, в принципе, узнала у учителя, кто у меня будет у нас в следующем семестре вести вот этот класс для детей со специальными потребностями. Ну и всё, и они, короче, было, наверное, человек может быть 20, может, чуть-чуть больше. Она ходила, да, к каждому столу подходила, она поиграла в каждую игру какую можно было. Так кто там, преподаватели были? Да, преподаватели, помощник преподавателя, тот, кто заведует этим нашим комнатой для будущих учителей. Ну, все-все были. И все играли, участвовали активно. Так, блин, так надо было игру запатентовать. А так, блин, смотри, завтра не... Пусть и завтра, блин, её вот, блин, в тираж выпустят. Играли, в общем, подходит, допустим, группа из трёх человек. Ну, всё, и мы начинаем по возрастной категории. Мои были самые младшие. Я, ну, свою игру. Короче, единственное, о чём я облажалась, я не понимаю, как. Я могла забыть, но, в общем, мне помогли выйти из ситуации. Это женщина, которая у нас заведует этой комнатой для будущих учителей. И она принесла мне даруется в упаковку сарфеток. Ну, руки им вытирать нечем было после крема, понимаешь? Пускай бы втирали в себя. В куку руку. В себя, блин, пускай втирали. Короче, ну, прям было видно, что нравится эта игра. Твоя? Да. Одна тётенька запуталась из старого лоруса, зачем ты натирать его? Думаю... Бестолковая! Натирай. Пускай будет вообще защищена. Ой, блин. И запах у крема, конечно, да. Я понимаю, что он органик, да. Но это уж очень органичный органик. Кстати, крем куплен в центах за доллар. Ну... Так что на нём написал органик? Ну, конечно. Очень детям можно. Я на этом сконцентрировала внимание, когда им представляла игру. Покажи. Если там будет игру. Ну, когда тем, кто приходил, я вначале... А, блин, так я закрываю, елки-палки. Короче, жизнь какая-то. Да, ну... У меня два столовых мы каким-то нашатырём были, знаешь. Да, вообще, понимаешь, если человек в оборот падает, то ему такой тыц, понюхай. Ну, в общем, вначале они подходят, и я вот рассказываю, а потом говорят, давайте играть, а теперь давайте играть. Они такие... Ну и всё, и начинается. Так я так понимаю, ты оставила свой проект, да? Мой проект ушёл в преску, в баптистскую церковь. Хорошо. Ну, я потом... Я пока не хочу делать громкий анонс, но я потом скажу, почему именно туда мой проект ушёл. А вот теперь. Ну, короче. И, значит, всё, мы сидим втроём. Да. Надёчка стояла, и место не хотела. И они, значит, начинают. Ну, а всё, я должна уже как будто как с детьми играть. Ну вот. Сегодня Дора собралась на проляж. Дора пришла на пляж. Эта тётенька тыцает её на... Ааа, она держится! Они так удивлялись, потому что она держится. Понимаешь? Ааа, пришла на пляж, пришла на пляж. Обычно, когда мы приходим на пляж, что у нас на пляже, что мы видим на небе. Он... Кот, они задумывались в этот момент. Учителя? Да! Солнце! Ну, это они вжились в роль. Понимаешь, тут два варианта. Солнце! Солнце на место поставили. Как Дора будет защищать свою голову? А почему Дора, а не Маша? Потому что Дора, Дора более известная девочка в Америке. Она будет Дорой. Она уже Дора. Она по всем документам ушла как Дора. Всё, короче, шапочку ей, а глазки как... Короче, когда они очки крепили, да? Они все так смеялись, потому что, понимаешь, они крепятся у меня с одной стороны. Получалось, один раз только куператор закрыт, кто-то приклеил. Ну, в общем. Смеялись. Потом, типа, ну а что нужно делать, чтобы оставаться здоровым, наполненным энергией в жаркий день? А уже потом, ну а как мы... Как Дора будет защищать свою, типа, кожу от солнечных лучей? Это же очень важно. Они ложат на куклу крем. И тут произносится... Вы можете открыть её и попробовать намазать. Кот, они как дети, реально. И ты им сказала? Ну, я говорю, а сейчас говорю, типа, вы можете открыть крем и намазать. Они, типа, так правда можно? Я говорю, да, да, можно. И тут же говорю, вот, типа, ну... Им не как дети, а как взрослые. Говорю, это органик, это можно использовать. Типа, никаких арбитов. Всё. Ну, если честно, я думаю, они скажут, ну, класс, хорошая идея, допустим, да? Ну, что взрослые женщины будут, блин, намазывать сидеть кукорку? И так у нас, короче, сменилось, к нам подходило в таком вот составе примерно 4-5 человек, наверное, раз в 5, короче. Ну и потом они уходят, я быстрее эту куклу оттираю. Ну и как? Пошёл тест. Ну, куклы. Пошёл, пляж. Всё хорошо, да? Всё хорошо, да, да. И Джайнис осталась очень довольна. Она тоже мазала её кремом. Когда я увидела, что и профессор это... Ну, там же тоже профессора были, ну, какой-то там старт профессор. Ну, когда... Ну, почему-то когда Джайнис начала мазать, я уже вообще... В конце она была ей медальку дать. Вторая наша девочка сделала для школьников. Нужно было, ну, короче, как из разных вариантов одежды, выбрать то, что можно надеть, когда жаркая погода. Ну, хорошо, в принципе, сделала. Для школьников, как их собирали, сделали вот эти браслеты, которые на солнце меняют цвет. И для семьи мы сделали тест. И что самое интересное, у нас было 10 вопросов. И только одна группа в составе товарищей, которые все имеют мастер-дегри, прошла тест. Тест? Правильно. Ошибались и со временем, когда больше всего солнца влияет на кожу, когда можно вероятность получить ожог. Ошибались со временем, как часто нужно крем от солнца... Ну, так бывает. Да. Ну, в общем, я думала, сейчас мы такие, они там, все нам ответят, еще и скажут, еще и вот так надо. Ну, и все, и в конце мы им дарили по раскраске. Это была инициатива вот этой вот нашей третьей девочки. Она распечатала много, наверное, листов 50. Ну, такого типа, как небольшого, ну, гид, как бы, вот, сегодня жарко, попей воды. Она говорит, вы можете забрать домой и раскрасить, как хотите. Значит, ты едешь. А неправильно. Не стесняйтесь, как убрать домой. Ну, в общем, это все было мило, было интересно. Очень креативно подошли девочки, которые землетрясения делали. Они для дошкольного возраста землетрясения показывали на... Как объяснить, что такое землетрясение, что происходит в этот момент с землей, да? Они на орео это показывали. Они чуть-чуть надламывали орео, сильно надламывали, нажимали так, чтобы крем наверх это отшел. Ну, красно, короче, было. Но печенье переломали сегодня просто невероятно. Ну, было очень весело, было очень интересно. Из-за того, что мы сами все время были заняты, мы что-то рассказывали, и, к сожалению, мы не могли, скажем, полноценно посмотреть, что делали другие группы, а было интересно. Те, кто делал гигиену рта, они принесли колу, наложили в колу яиц, но они заранее, потому что, когда я пришла, уже у них замочены яйца были. Потом колки там оттирали вот этот желтый налет от яиц, с корруппы. Но я так не поняла, свежие яйца варенные, неважно. В общем, они там все перетирались этим. Так что санонцы? Да я просто прикалываю. Ты куда ушел еще? Ушел в баптистскую церковь. И я, возможно, это самое, ну, невозможно, мне пообещали спросить там о помощнике партайм прескуртичку. Ну, это несколько часов в день, и это просто как... Ну, короче, принеси, подай, иди, не мешай. Это будет самое низкое, самое, что можно только себе представить и по часам, ну, и по работе, и по оправе. Ну, это же какой-то старт. Потому что, когда мы начали с этой женщиной обсуждать, я говорю, я столкнулась с таким, что я вот смотрю, все хотят пять лет опыта, к примеру, говорю, но никто не хочет начать его давать. Она говорит, а почему бы тебе не смотреть в такие позиции? Говорит, так, ну, не идти сразу, допустим, ну вот в школу, а начинать, говорит, все равно придется начинать с низа. И говорит, просто кс-кс этим может успеть. И мне пообещали. Ну, так можно, под Новый год. Мечты сбываются и подарок сделать. Мне, ну, все равно старт какой-то нужен, поэтому, ну, даже два часа в день. Да, конечно, какая разница. И еще подойти не мешай, и все равно это бесценный опыт. Да. Ну, и потом я познакомилась с профессором, который будет у меня вести по спешевой мить. Тоже она осталась довольна, обмазалась кремом. Сереж, там, где про безопасность на трехколесном велосипеде, да, с каким умилением они рассказывали, что были светофоры, да, сидели. Ну, вот просто, ну, что-то делаешь, так, ну, интересно, что-то такая движуха там, да, туда, посмотри, сюда, у всех все так интересно сделано, да. И смотрю, сидя там, а, рисунок. Короче, это самый интересный класс, наверное, был, да? Ну, да. Он, в принципе, я не могу сказать, что был очень тяжелый, но у меня же по нему еще остается в следующий четверг экзамен. Она опять разрешает прийти на час раньше, кому нужно. Угу. Она откроет... И она разрешает книгу, она разрешает все наши powerpoint, которые она нам давала, она разрешает иметь при себе лэптоп, она при себе... Короче, все, что можно принести, можно принести. Я принесу всю декстину. Катерина, она как бы не против. Я поняла ее цель, чтобы, ну... Хорошо все сдали. Так что приходите на экзамен и несите все свои шпаргалки. Да. Всем хорошего вечера, пока-пока. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, вот, проведение таких занятий. И увидимся в новом видео. Бай-бай. Пока-пока. Спасибо.